То есть, одним словом не скажешь, но особый статус, он подразумевает возможности для Нарвы развивать свою экономику в первую очередь. И здесь я даже вспоминаю о том, что у нас в 1991 году был проект «Особая экономическая зона Нарва» или «Особый экономический район», где была бы бестаможенная возможность получения товаров, изготовления и торговли. Это вот такие регионы есть и в Китае, есть во многих государствах, и они процветают. Вот реанимировать это, вот тоже моя мечта. Ну и последнее. Отделяться, не отделяться, присоединяться. А кому будет от этого хуже, кому будет от этого лучше? Я думаю, никому не будет лучше, если у нас здесь начнутся какие-то распри, потому что отделение, земля, это всегда борьба и кровь. Это всегда очень жестокое противостояние. И я уже об этом упоминал, и сейчас закончу на этот вопрос таким ответом, что экономический союз, и не только Нарвы, но в целом Эстонии с Россией, это наш спасательный круг в условиях нынешнего даже кризиса. Юрий Александрович, мне бы очень хотелось, и я думаю, что тем, кто нас сегодня слушает и смотрит, поговорить, а зачем же Юрий Мишин идет все-таки во власть? Зачем он идет в депутатский корпус? Что же такое вот произошло? Почему после 17 лет молчания Юрий Мишин вдруг сказал, да, и я иду? Вы хотите спросить, не сломался ли я, да? Ну, это же очевидно, что нет. Дело в чем, что все эти годы постоянно меня сопровождало желание сделать для людей больше, но уже не с позиции общественного деятеля, не с позиции председателя Союза Российской Федерации Нарвы, или Эстонии, или члена Совета Соотечественников при Государственной Думе, и так далее, и тому подобное. Не с позиции избранника народа, человек, который исполняет наказы избирателей. Тем более, что опыт у меня такой есть, и этот опыт оказался очень плодотворным, когда я был депутатом, и родился Союз Российских Граждан, когда я был депутатом, мы провели референдум, поддержанный большинством норовитянами, и так далее. И у меня была попытка, постоянно я надеялся, что изберусь в Государственную Думу России, как российский гражданин, проживущий за рубежом, но это оказалось нелегко. Первые попытки были уже в 1994-1995 году, тогда, в принципе, был поставлен личный рекорд. Меня поддержали здесь, в Нарве, в видоверуме, 13 тысяч избирателей при выборах Государственного России. Но, правда, для прохождения нужно 60 тысяч, потому что мы не только от Эстонии собираем голоса, но и в Ленинградской области, а там свои. Еще были две попытки, но стало ясно, что в России своих кандидатов хватает, и люди, в принципе, голосуют за своих, своя рубашка ближе к телу. Но постоянно ко мне обращались многие лидеры политических партий Эстонии, движений. Юрий Александрович, а почему вы не берете эстонский паспорт? Ну, я отвечал, в принципе, меня возмущало даже о том, что, ну вот как это я, имея тоже год рождения, как мои товарищи здесь в Нарве, да? Ну, я рожден от правоприемной гражданки Эстонии, а они рождены от тех людей, которых сюда прислали работать, и они не могут так легко, как я, оформить эстонский паспорт. Ну, у меня же не голубая кровь, такая же, как у них, красная. И вот, наверное, это вот меня тормозило почти 17 лет. Но, в конце концов, я стал понимать, что упорствовать дальше, потому что, ну, большинство уже людей определились. Они выучили эстонский язык, взяли эстонское гражданство, другие определились с российским гражданством. Правда, осталось 100 тысяч людей без гражданства, мы им будем помогать определиться, будем помогать принять гражданство по свободе своего воли и изъявления. Но такая возможность, прекрасная, оформив эстонский паспорт, баллотироваться в депутаты. И это, наверное, сыграло решающую роль, помочь людям с позиции народного избранника. Вот, наверное, это и меня заставило принять решение в начале этого года. Оформить эстонский паспорт, сохранив при этом российское гражданство. И это, конечно, ну, может быть, случайно произошло. Я не планировал так, потому что человек, имеющий эстонское гражданство по рождению, не может быть лишен этого гражданства без живого личного согласия. Так гласит эстонский закон. Ну, а российское гражданство, полученное до 2002 года, оно, в принципе, тоже никак не может быть от человека отобрано. Вот так и получилось. Я не один такой. У нас даже в нашем избирательном союзе несколько людей, и российское, и эстонское гражданство имеет. Так что это, в принципе, не исключение из правила. Но, с другой стороны, став депутатом, я помню, какая была процветающая нарва, ну, буквально до конца 90-х годов. Я бы очень хотел, чтобы мы опять говорили, что у нас есть свой молокозавод, что у нас есть свой хлебокомбинат, что у нас здесь и мясокомбинат, и строительная фирма, типа Нарский комбинат стройматериалов, Нарский завод живы, Прибалтийский завод живы. У нас есть мощные строительные коллективы, такие, как был Нарский общестроительный трест, как Суэстонская ГРЭС, как СМУ-8, как Ремстроюправление и так далее. И промышленные гиганты. Вот Кренголь мой родной, мой, так сказать, можно сказать, семейный рабочий дом, где моя мама работала, и немного папа работал, и мои дети работали. Может, пошли бы мои внуки туда работать, но сегодня остался коллектив, и с 12 тысяч сократился до порядка 500, и еще, говорят, грозят сокращение. Или такой великолепный завод, как завод Балтийц. Я с болью в душе говорю, если сегодня придет откуда-то заказ на завод Балтийц из области тех приборов, из области тех изделий, которые они делали, и они славились на весь мир, он уже не справится. Вот за что больно. Поэтому мы раньше имели предприятие, работу у людей, возможность учиться на родном языке, возможность получить все блага. Кто хорошо работал, тот все имел. Отрицать никто не может. А сегодня мы получили что? Все говорят, свободу. Но я почему-то на эту свободу смотрю так. Мы получили свободу. Быть бедным, бездомным, голодным и часто без перспектив. Мы идем во власть не ради своей выгоды, а ради людей. Мы хотим, чтобы положение улучшилось в первую очередь для тех людей, которые трудятся, а для этого им надо дать возможность трудиться. У которых есть куда приложить руки, а за это должна быть достойная оплата. У нас впереди еще целая жизнь, которую надо реализовать, наверное, с таких позиций, которые я отстаиваю и сотрудники, члены моего союза. Ну что же, спасибо вам, Юрий Александрович, за столь интересный рассказ. Камин наш догорает, время наше подходит к концу. Я надеюсь, что мы еще не раз вас услышим. Услышим ваше мнение о насущных вопросах, которые интересуют всех нас. Поделимся опытом. И мы желаем вам, ну прежде всего, конечно, здоровья, терпения и много-много сил в вашей работе. Потому что она, время это уже показало, очень нам всем нужна.